привет дорогие друзья продолжаем мы с вами серию видео про ваши суставы больные ну или здоровые в основном меня смотрят те у кого больные суставы поэтому вот про них про суставы продолжаем серию с вами сегодня опять я доктор александр юрьевич шишонин и продолжаем разговор да когда мы имеем дело с человеком у которого больные суставы ну как правило этот человек проходит определенный путь по врачам начинает ходить вере не ходить а хромать хромать по врачам начинает до одного до хромал врача там до другого до хромал там до 3 до 4 до 5 все и все врачи в основном выписывают разные варианты таблет некоторые врачи более радикальные они хотят сразу порезать чертовой матери твой сустав уже все он износился у тебя тут горит да когда износился я вроде там сидел мы в об этом в предыдущем видео до что недостаток движения приводит к этому вот врач ему говорят ну все мы тебе поменяемся железку поставим туда и никаких проблем в общем то все современное лечение суставов сводится к тому что к сожалению человеку сначала назначают обезболивающие препараты прошу снять боль потом ему назначают операцию чтобы вообще сустав вырезать поставить вместо него имплант состоящий из железа и керамики специальной медицинской и вот с этим имплантом он дальше ходит ну и тоже там возникают определенные проблемы хорошего мало операцию надо переносить и так далее такой путь какой-то нехороший человек пришел к врачу получается да врач ему назначил обезболивающим сняли или укол сделали в сустав ему как бы сняли эту боль а он через какое-то время опять у него заболевает все ему не говорят главного то есть вот причина вот этого всего бесконечного броуновского движения в поликлиниках от этого суставного даже приходится то болит сустав болит поясница болит там шея болит там плечо болит там я не знаю что там задница там болит тазобедренный сустав до болит у человека причина вот этого вот потому что не главного не не говорят его доктора прежде чем мы продолжим пролистайте в описании под этим видео там вас ждет ссылка на мой ближайший вебинар переходите на мой сайт и узнавайте подробности сделайте это прямо сейчас будет очень полезно для того чтобы ну как в прошлом видео я вам рассказал да что причина в том что не хватает движений поэтому надо делать суставную гимнастику гиптоз гимнастику для сустава для того чтобы ее проработать эти суставы этой гимнастикой и тогда да вот даже человек приходит с болью ему вы назначили врач обезболивающие но ему надо сказать что обезболивающие это не лечение лечение будет у тебя с помощью вот такой 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 суставной гимнастики конкретно для тебя для твоего сустава для твоего состояния даже если бы врачи сейчас вот так разом все увидели вдруг это видео да все мы теперь будем следовать рекомендациям нашего коллеги доктора шишонина и назначать всем суставной гимнастик не смогут назначить потому что не знают какую какую назначить как и так далее видов гимнастики очень много во всей этой гимнастике надо разбираться чтобы назначать и и для них это не комфортно они просто не знают что там назначать еще делать вот таблетки они знают какие назначать укола они знают какие делать. Но это не лечение, это просто утоление болевого синдрома. Операцию тоже они знают, какую сделать, чтобы сустав заменить. Но это тоже не лечение, по сути дела. Это тоже решение проблемы с помощью устранения сустава. То есть, ну как бы, его нет. Все. Дальше вам придется мучиться с этим протезом. Хорошего в этом мало. И все равно дальше, вот если даже поменяли вам сустав, вам придется обязательно выполнять суставную гимнастику. Иначе протез у вас расшатается и придется вам опять делать операцию. Ну вот, как-то так. Уж сколько это было копий сломано на эту тему. И многие даже знают об этом врачи, что суставы надо лечить с помощью гимнастики. Вот не назначают и все, потому что нет у них такой специализации. У них в голове этого нет. Я ему скажу, делай гимнастику. Он скажет, какую? И все. И сел в лужу. Какую ему делать гимнастику? Поэтому доктор Шишонин, зная эту всю проблему, разработал специальные гимнастики для суставов, которые есть у меня на моих всех ресурсах и так далее. И в конце нашего марафона, в конце этой нашей программы по суставам, как я про них рассказываю, я проведу вебинар, который вот по суставам для... Ну, большое, да, уже там обсудим все эти проблемы и какие виды гимнастики, как делать и что делать, при каких болях в суставах. Вот такие дела, дорогие друзья. Будьте здоровы. В следующем видео поговорим дальше на тему больных суставов. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. Для этого нажмите кнопку «Подписаться» под этим видео. Нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео на свою электронную почту. Выберите «Получать все уведомления». Также в описании вам доступны ссылки на все проекты доктора Шишонина. Клуб бывших гипертоников доктора Шишонина. Видеофильмы доктора Шишонина. Запись на обследование в клинику. Будьте здоровы.